Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, продолжим бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Вы знаете, что это специальная такая программа, нами придуманная, в рамках которой мы встречаемся с бизнесменами и разговариваем о том, что считают они, прежде всего, интересным, конечно, ну и что я, в том числе, выделяю. Я представляю гостей сегодня в студии Владимир Ковин и Рашид Кусимбаев, создатели компании «Преодолей барьер». Владимир, Рашид, день добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Можете нам позвонить, либо написать на сайте, задать вопрос моим гостям. И я тему, тему подчеркну, тема интересная, тема важная. Мы будем говорить, во-первых, о том, как учиться можно на расстоянии. Сейчас эта история модна, да, все-таки дистанционное обучение, и оно по какой-то причине находит и спрос, и, собственно, рождает предложение, наверное, тут взаимосвязь-то понятная. Ну и говорим мы, в частности, о том, как выучить иностранный язык. Как иностранный язык, видимо, по какой-то причине это тоже сейчас актуально становится, да, в нынешние времена. Как, собственно, сделать это, выучить иностранный язык дистанционно. Ну и как, собственно, Владимир Рашид об этом, я думаю, тоже расскажет. Как умение это сделать, превратить в бизнес, чем они, собственно, и занимаются, да. Ну что ж, давайте начнем. Если можно, уважаемые гости, два слова, два-три слова буквально о том, как вы пришли, да, в это дело, как вы решили заниматься бизнесом, в общем, какие корни, откуда все, откуда ноги растут. Если бы мне кто-нибудь сказал лет пять назад, что я буду преподавать английский язык, или вообще открою какую-то школу, я бы рассмеялся им в лицо. Смеялся в лицо. Я хотел сказать, что бы ты с ним сделал, да, рассмеялся в лицо. Я уехал в Америку, отучился, закончил вуз, получил образование в бухгалтерии финансов. Начал работать в Goldman Sachs финансовым аналитиком, да. Круто. И тут начался кризис, и пришлось перебираться в Россию. И тут волна кризиса накрыла, и тут пришлось... То есть, получается, ты от кризиса старался убежать, да, из Америки в Россию, и тут тебя... Это какой, седьмой, восьмой год? Да, восьмой, девятый. Восьмой, девятый. Вы помните, да, кризис с китайского переводится как возможность. То есть, или как в России говорят, худо без добра не бывает. То же самое произошло со мной, и вот я попробовал случайно совершенно попреподавать, и получилось, что вот на данном этапе у нас уже 10 корпоративных клиентов, и там сотни людей, которые думают и говорят на языке, и это произошло буквально там за 2-3 месяца. А что значит случайность? Вот подожди. Хотя я понимаю прекрасно, случайность, она иногда определяет, да, достаточно большой период жизни, но я попробовал попреподавать. Это как? То есть, кто-то обратился к тебе, да, и ты шел мимо, и тебе неожиданно попросили, Володь, слушай, вот нужно срочно выучить английский за неделю, помоги. После первого опыта в Голман чувствовалась такая же жаркая пора, что сейчас тоже начнут сокращать и так далее. И тут выхода не было, я думал, ну а чем я хуже других российских преподавателей, ну хоть какую-то наличку я заработаю. Ну и вот разместил там объявление на одном из сайтов, и через неделю у меня там было два клиента, я совершенно не был готов, не знал, как вообще это делать. Ну я думаю, что да, потому что преподавание все-таки это такая методологическая история. Но знал, что нужно сесть прямо перед компьютером, использовать свой навык финансового контроля, хоть какой-то был, и наработанный. И вот, как я сказал, через пару месяцев один из людей начал думать и говорить на языке, я вообще был в шоке, я не ожидал, что такое произойдет. Я думал, что нужно уехать, пожить. Да, конечно, чтобы думать тем более, ладно говоришь. Да-да-да, а тут человек... Извини, а еще такое уточнение. Вот эти люди, ну или как минимум один из них, да, который через две недели, через два месяца такие результаты показал, он в финансовой сфере какой-то тоже, да? Он бизнес-девелопмент занимался. Ну то есть вот тема, на которой вы изучали язык, она близка была, она ему понятна была. Да-да-да, вот еще очень важный акцент, почему людям был спрос на мои услуги, потому что я английский язык преподавал не с точки зрения лингвистической грамматики, Да-да-да, с точки зрения делового языка. То есть термин accrual basis of economy, cash flow, cash basis of economy. Кэш-флоу отличный, отличный. Оказывается, самое главное в финансовой сфере, но в нашем... Смотри, можно сказать, сейчас, Рашид, одну секунду, можно сказать, в принципе, да, что вот эта технология, которая выделяет, да, какую-то отраслевую составляющую языка, если можно так сказать, то она может, в принципе, в подкорку, активнее, да, активнее в подкорку, в подкорку, чтобы думать начать, да. Ну вот на вашем примере, вам можно говорить там, как обычно в учебниках написано, про кошка и собака, да, да. Я живу, я там, да, как это... Либо может с вами разговаривать... Лондон, London and Capital, и так далее. А можно говорить про вашу тему? Как вот вам бы брать интервью у человека? У нас есть люди, которым очень... Ну, тоже журналисты, которым бы хотелось бы вот подчерпнуть, вот как правильно поставить вопросы и так далее. Ну, то есть, опять-таки, английский внутри своего дела непосредственно, да? Английский, связанный своим делом. Это позволяет мотивировать человека. То есть он с удовольствием возвращается, перечитывает, что он там наговорил и так далее. Я понял. Я понял. Хорошо, Владик. Рашид. Вот действительно уже затовнули эту тему. Самое главное в изучении языка — это мотивация. Я учил в английской школе, потом еще в институте, и не мог похвастаться... Ну, судя по выражению твоего лица, да, ты учил так, как и все, собственно. Да, не мог похвастаться высокими знаниями английского языка, пока не решил поступать на MBA в Америке. И вот за вот эти полгода подготовки я действительно сильно его выучил, потому что была мотивация. Я сдал TOEFL до этого и сдал TOEFL через полгода. И явно видел, вот мой начальный какой-то этап, и вот через полгода такой-то. Да, это там были дни и ночи за учебниками, и я занимался с репетиторами все лето. И тем не менее это заняло полгода именно за счет того, что есть мотивация. Если с вами разговаривает человек на интересующую вас тему, если эта тема позволяет вам больше заработать... Вот у нас есть клиент, например, очень известная в России компания, которая занимается программированием, да? И там у нас занимается 80% сотрудников этой компании. Потому что все новинки, все новости выходят в Америке на английском языке в силиконовом долине. Если ты хочешь дождаться, пока это появится на русском языке, ты будешь последним, кто вот если узнал об этих новых мерах. А потом надо еще все-таки себя помнить, насколько корректно перевели. Потому что вам могут как-то и не так перевести. И я в конечном итоге окажусь в неловкой ситуации. Так что мотивация — это самый большой ключ к успеху. И если говорить еще раз о нашей школе, то за счет того, что преподаватели будут подобраны специально под вашу тему, у нас есть юэисты по бэкграунду, есть люди из IT-отрасли, есть финансисты, Владимир, например, тоже, есть HR-менеджеры. Соответственно, за счет вот этой фокусировки четкости и точности под отрасль мы можем гарантировать, что за полгода вы специфичную лексику вашей отрасли будете знать идеально и сможете думать на английском именно в этой фокусировке. Ну, думать пока все-таки я вам не поверю. Не поверю. Пока, извини, пожалуйста. Так все это говорят. Все так говорят. Один пример. Володь, подожди секунду. Сейчас пример. Я хотел бы уточнить. Исходя из того, что мы сейчас от вас услышали, ну, Рашид прежде всего, да, я систематизировать пытаюсь всегда. Значит, я выделяю два момента. Первое, да, ключ к успеху, что называется. Это обязательно я должен быть мотивирован чем-то. Вот как твой пример, да, ты собрался учиться ехать, тебе нужен язык, все, сел и две недели, да, не отползал там. Полгода не отползал. Полгода не отползал, да. Ну, есть результат. Командировка длительная. Обещают тебе, да, там, с двойным окладом. Естественно, сядешь и что угодно выучишь. Это один момент. И второй момент. Упрощающий задачу. Это некая отраслевая вот эта вот, да, я бы сказал, такая направленность, да, что ты занимаешься этим, ты это понимаешь изнутри, да, и тебе проще овладеть именно этой спецификой, ну, выраженной там, да, в чужих словах, пока еще в чужих словах. Но это одни из составляющих. Одни из составляющих. Два момента. Давай пример. Пример, сейчас у нас новости. Один генеральный директор так и сказал, говорит, я раньше думал, что я тупой, я этого стеснялся. Ненормально, генеральный директор такие вещи заявляет. А теперь он и закончил фразу тем, что сказал, что а теперь я знаю, что я тупой, но я этого уже не стеснялся. Браво, браво, браво. То есть вы решаете какие-то психологические все-таки проблемы, да, своих клиентов? Очень важный момент, да. И вот здесь есть основная особенность методики. И вот здесь я и привнес вот этот бухгалтерский финансовый момент в обучении языками, который не ожидал ни от себя и вообще не думал, что так получится. И особенность заключается в том, что преподаватель не просто сидит и кивает головой там за 10 тысяч километров от вас, а он еще вовлечен процесс благодаря тому, что он печатает абсолютно все, что вы говорите во время урока. Печатает? Да. Это позволяет как бы видеть свои ошибки. Подожди, печатает, ну, он печатает, и я это вижу на мониторе, наверное. Интерактивно, да, одновременно. И что это дает? Это вот эта визуализация. С одной стороны, он кивает головой, я хотя бы вижу, а то если он печатает, голову опустил, я уже даже и головы его не вижу. Извини. Хорошо, значит, спасибо вам огромной гости. Мы сейчас прерываемся у нас в эфире новости, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс на Финам.ФМ». Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Владимир Ковин и Рашид Кусимбаев, создатели компании «Преодолей барьер». Ну, и говорим мы о том, как выучиться на расстоянии, говорим о дистанционном обучении, ну, и это дистанционное обучение связано с изучением иностранного языка, кстати, исключительно английского, да, пока? Нет, нет. Не обязательно. Мы даже русский преподаем людям. Да вы что. Например, в компании «Катерпиллер», к которой мы попали, там мы зашли туда через HR-директор, он на самом деле ирландец, он не знал русский язык, и он тоже решил попробовать. И, знаете, реакция была такая, после урока полноценно он прошел, он говорит, Владимир, я, говорит, за полтора часа такое ощущение, что выучил больше, чем за полтора года с девушкой из МИДа. Вот такого неудача. А он занимался с девушкой? Нет, ну там его можно понять, конечно, с девушками лучше не заниматься английским языком. Нет, мы на самом деле придерживаемся, что нужно аппетит секса. Все-таки, все-таки. Небольшой флейф, как говорится. Ну, кстати, помогает, я с тобой согласен. Значит, я напомню, телефон студии 6510-996, код города 495, сайт компании финам.фм. Уважаемые слушатели, можете к нам присоединиться, задать свой вопрос, пока не поздно. Я повторю, пока не поздно. Потому что здесь какие-то суперрезультаты, по крайней мере, декларируют мои гости. Насколько уж они... Ну, я верю, я верю. Нет, мы предлагаем попробовать. Абсолютно у всех людей есть такое ощущение. Потому что, действительно, онлайн-обучения очень много, и все это делают примерно одинаково, и мы кардинально от всех отличаемся. И, как я уже упомянул, до этого визуализация. Володя, ну, визуализация, да. Можно, ну, так, более детально, что ли, да, вот сейчас озвучить, как выглядит процесс обучения у вас, чем он отличается принципиально от всех других? Ну, как я сказал, носитель языка, выбор носителя, с кем имеешь дело, да, чтобы он разбирался в твоей тематике и так далее. Но самое главное отличие, я считаю, это вот быть уверенным, что преподаватель, он не просто, как вы сказали, кивает головой, а он вовлечен процесс. И, к сожалению, вот физически невозможно, или, к счастью, печатать все, что ты говоришь, и отвлекаться там на что-то другое. Поэтому гарантированно, что в 10 тысяч километрах, а это основная проблема дистанционного обучения, что преподаватель сидит очень далеко, или по телефону, ну, кивает он тебе, или говорит, угу, угу, а чем он там думает? Вот. А тут здесь есть возможность увидеть, увидеть, что да, действительно, тебя понял, как вот сказал один руководитель. И как тебя поняли? И что, несмотря на то, что тебя, ты делаешь ошибки, тебя все равно понимают, тебя слышат, и не просто русскоговорящий преподаватель, а носитель языка. Подожди, он, я разговариваю, и он печатает. Абсолютно верно. Печатает все то, что я произношу. Если я делаю ошибку, он меня поправляет? Вот он, закончили вы вашу мысль, мы нажали Enter, вы увидели, и мы потом копируем в колонку B, и вот где Excel пригодился, и все вот эти горячие клавиши, чтобы быстрее это все делать, чтобы ученик не заметил. И потом мы начинаем корректировать, и мы показываем, вот это надо убрать, а это надо добавить. И здесь еще очень важный момент, почему про работодателя идет речь, зачем вообще он нужен, да? Это можно все посчитать. И вот верить и нет, есть вот эти графики, мы это все показываем, по каждому абсолютному ученику, что вот динамика, процент ошибок падает с каждым уроком, а количество сказанных слов увеличивается, и это показывает возможность восприятия, и одновременно с этим, как быстро ты можешь предлагать свои мысли. Ну, вот я смотрю на Владимира, глаза ему смотрю, они горящие глаза, он, конечно, убеждает, ну, своим, по крайней мере, да, своим посылом. Рашид, скажи, пожалуйста, вообще есть в этом что-то революционное, вот в том, что вы предлагаете? Ну, вы знаете, всегда, наверное, самые гениальные вещи, очень простые, на первый взгляд, но дьявол кроется в деталях. Очень много деталей, которые потом создают именно успешно работающий бизнес, если уж мы говорим, как о бизнес-классе. Вот, и до Мерседесов были автомобили, говорят, что до Кока-Колы были напитки. Конечно. Да, представляете, такая, говорят, история есть. Так и здесь, на самом деле, вот это сплав и идеи, вроде как бы простой, из финансов, да, печатать и, ну, записывать, что происходит, поправлять и показывать человеку, что не так, какие отклонения. Это как вот тот же balance sheet или cash flow statement, где видишь отклонения в процентах, в штуках. Финансисты приняли решение о будущем. В копейках, да. Каждое слово видно, сколько ты делаешь ошибок там, до каждого слова можно высчитать в процентах количество ошибок. Но самое главное, это все-таки сплав вот этой идеи, вроде простой, с тем, как работает вся команда, и как это работает, как живой механизм. Потому что здесь не только преподаватели, что немаловажно, они спецы не только в преподавании, но еще и в специальной отрасли, например, как я говорил, юристы или программисты, но еще и целая система управления этим. Например, у нас есть такие ребята, как schedule manager, то есть это люди, которые управляют именно расписанием, да, очень часто высокого ранга руководителей из «Газпромнефти», например, они не могут спланировать там свой день на недели и месяцы, чтобы забронировать те дни, когда он будет заниматься с преподавателем. Представляете, человек живет в Австралии, наш студент может путешествовать из одной тайм-зоны, там временной зоны в другую, и это все нужно сводить постоянно. У нас специальные люди занимаются вот с тем, чтобы преподаватели были со студентами в нужное время, в нужном месте, и мы можем похвастаться, это действительно вот один из лучших таких показателей, что всего только 2%, менее 2% уроков, даже не пропущено, а перенесены. То есть там на неделю, там на две недели, потому что он был в самолете, потому что он устал настолько, что уже ночью не мог заниматься. Или просто забыл. Или просто забыл. Такое тоже бывает. Тем не менее, буквально такой высокого класса, я бы сказал, сервис для руководителей, вот у нас есть ЗРУСНА, она занимается высокого уровня менеджера. Соответственно, здесь ситуация в том, что это работает как живой механизм, правильно работающий бизнес, который не только напечатали, сделали тебе анализ, предоставили, но и как команда. Скажи, пожалуйста, а за счет чего, где компромисс, в чем компромисс? Мотивация. Нет, подожди, высокий, высокого ранга, да, ваш ученик, ваш слушатель, он забыл, или действительно в самолете был, что-то устал, как ты говорил. И он в этот момент не мог позаниматься. Его преподаватель ждал, тем не менее, но не дождался. Соответственно, что происходит? Этот преподаватель переносит занятия на какое-то другое время. Нет, ну так он не может работать. Есть какие-то ограничения, правильно? Конечно. У него тоже наверняка есть. Можно переносить вплоть за 20 часа до занятия. То есть человек обычно знает, что он будет на самолете. Если он забыл, то за это надо уже платить. То есть это неубедительная мотивация? Забыл. Так все будут забывать, какого результата. Нет. Совершенно нет. То есть мы сразу изначально убираем возможность сказать, что вот, ах, как обычно происходит, нету мотивации, или нету способности к языкам, или человек пропускает, ну как в групповых занятиях. У нас все наоборот. У нас вплоть до досконально до каждого слова можем показать, что произошло на уроке. И когда ученик, зная это, он знает, что ему придется отчитываться перед вышестоящим, потому что платят все же деньги, что происходит? Он уже с гораздо большей активностью посещает занятия. Это да, это да. Кстати, вот еще интересное замечание. У нас, ну нашими конкурентами можно считать там другие дистанционные школы образования, особенно онлайн-курсы сейчас, это тоже имеет какой-то тренд, когда ты с компьютером занимаешься. Интерактивные такие. Но, да, но вот один из наших клиентов сказал, вы знаете, все-таки, когда меня ждет живой человек на том конце планеты, все-таки у меня какая-то внутренняя ответственность есть. Надо выйти, собраться, сделать домашку и вот выйти в сеть. То есть вот некая такая есть эмоциональная, что ли, составляющая живого человека, когда ты обязался, обещал, и надо сделать. Хороший пример тоже проведу, когда в Москве так пасмурно и темно. И хочется спать, да, и хочется спать. Ты встаешь в 8 утра, там, например, и к тебе звонят из Гавайев, где пальмы, и где всегда одна и та же... А там, кстати, преподаватель находится. Да, 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 да. Нормально. И он там сидит на усе, у него сзади пальмы, там. Тут у тебя настроение получается, ты с хорошим настроением едешь на работу, тебе весело и так далее. Практически сам. Сам только что, да, на Гавайях. Да, 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 искупался в Тихом океане. А он реально на Гавайях или это просто такая... Есть, Коури у нас работал с Гавайев, Самико работала с Гавайев, абсолютно верно. Чтобы московское утро обеспечить преподавателями, как раз получается хорошее время в Гавайях. И не только утро, но даже день, вплоть до дня. То есть таймзон нужно учитывать. То есть в этом случае вы, да, учитывая часовые поезда, специально выбираете, да, преподавателей, которые находятся там. Или они... Они по всему миру живут. По всему миру живут. Есть ребята, которые в Базилии, в Австалии, в Великобритании. Все что угодно. Вплоть до Казахстана. Угу. Здорово. Украина. А, кстати, как они оказываются в вашей команде-то? По объявлению? Ну да. Обычно же кризис опять, что нам позволило сделать. Получить вот эту рабочую силу. Не дешевую. Освободившуюся, да? Да, освободившуюся. Потому что многие люди... Сейчас же такое... Извини, пожалуйста, чуть не забыл. У нас сейчас рубрика вне времени. Давайте прервемся, послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня говорим на тему дистанционного обучения. Обучение иностранному языку. Кстати, не только английскому. Я все-таки подчеркну. И сейчас мои гости поподробнее об этом тоже расскажут. Еще раз напомню. В гостях сегодня в бизнес-классе Владимир Ковин и Рашид Кусимбаев. Создатели компании «Преодолей барьер». Я напомню и для вас, уважаемые слушатели. Телефон в студии 6510-99, 6. Код Москвы 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Можете к нам присоединиться, позвонив или написать, задать свои вопросы. Итак, продолжим. 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 Ну, вот о выборе языка. Я так понимаю, все-таки изначально, да, Володя, это был английский исключительно. А потом, ну, учитывая, видимо, спрос растущий, да, вы теперь какими языкам еще обучаете? Большинство компаний, неважно, немецкая это компания, например, компания ИОН, или французская Данон, или бразильская, все внутри на корпоративный язык это английский. Английский, да. Английский ассоциируется во многих этих странах, как даже возможность заработать. Один из наших конкурентов, не будем называть имена, привел там статистику, что зарплата увеличится там на 35% ты знаешь английский язык. То есть английский язык сразу дает вам возможность больше зарабатывать. Опять же, почему. Но есть и другие языки, которые, китайский, например, вот, тоже нужен, да, многим людям, обращаются люди, учим, итальянский, люди хотят романтично и французский излагаться, и так изъясняться. Поэтому тут разные языки есть. Даже вот, например, я знаю, эстонцы эмигрируют в Финляндию, представляете? Хоть и похожие языки, но им нужно знать, понимаете? То есть мы можем и на это преподавать. Разницы нет. Какой язык преподавать? Возможность сэкономить время и деньги свои. Вот в чем разница. Если вы хотите заниматься 4 года, то вы идете по стандартному. Если вы хотите это достичь за 3-6 месяцев, то... Смотри, я о чем подумал. Ну, кстати, последний пример. Эстонец там собирается перезжать в Финляндию, ему нужен финский язык. Хотя, действительно, они наверняка близки все-таки, да, одной группы, как принято говорить. И вам, да, ваша задача какая? Ну, у вас не было до этого преподавателей финского языка. Вы его нашли. Ну, нашли наверняка, потому что, да, технологии позволяют нонешние, нонешние технологии. Но при этом вам нужно этого преподавателя обучить вашей методе. Ведь он тоже новичок в этом деле. А может быть даже он и, так сказать, не особо быстро, да, схватит. В этом есть тонкость тоже, наверное, не хорошо. Да, конечно. На самом деле, для того, чтобы сформировать вот костяк преподавателей, которые сейчас более 70 человек, мы, можно так сказать, что более 700 преподавателей отсмотрели, или те люди, которые прошли через нас. Потому что самое первое, конечно же, человеку объясняется методология, система контроля, как мы будем контролировать прогресс студента. Если прогресса не будет, то преподаватель также будет... Страдать от этого. Да, скажем слово, недополучишь что-то из-за этого. Поэтому, во-первых, у нас эти преподаватели очень серьезной конкуренции за самих студентов. И если вот вы попробуете лично, либо наши слушатели попробуют, то прямо с первого же урока вы это почувствуете. У нас выглядит так, что на первые полтора часа пробного урока вам дается три преподавателя на выбор. Потому что бывает химия, с кем-то вот сошлись характерами, как-то вот, знаете, там, тембр, речи, что-то там, вот так, ну, не знаю, какая-то энергетика. Химия бывает, вспоминая пример девушки из МИДа, конечно, так химия очевидна. Вот, поэтому преподаватели очень заинтересованы. Они понимают, что, ну, вот нельзя просто так кивать или задавать какие-то шаблонные вопросы. Нужно дать ценность студентам. А они все одновременно вот передо мной? По очереди. По очереди. Ну, сначала 30 минут один, потом другой отойти. Обычно занятие пробное 15 минут. Робное 15. Но когда уже начинается корпоративный клиент, чтобы определиться с преподавателем, мы даем возможность выбрать. Это первое. Второе, мы уже говорили о том, что хитрость технологии в том, что надо печатать все. То есть преподаватель не только должен знать финский, как вот вы привели премия язык, но и также очень быстро печатать. И способным быть записать за человеком на финском языке полностью. Совершенно верно. Ну, для него все-таки это родной язык. Ну, вот вы быстро печатаете. Нет, медленно. Вот. По-фински? Нет, не по-фински. Так же и здесь. И третье, что все-таки это люди, которые должны понимать, что они нацелены на результат. Вот сами преподаватели. Потому что гораздо легче пройти в другую школу, где ты проговорил полтора часа, получил свои денежки, но результат есть, нет. Ну, будет, не будет, ладно. Там можно сослаться. Я свое дело сделал, полтора часа, да, как договорились, я отрубил. Да. И никто тебе потом вопрос не задал, а что ты сделал за эти полтора часа? А тут есть деталь. А вот здесь это люди должны быть прямо, ну, с таким настроем, что я работаю за результат. Если будет результат, будет доволен клиент, я буду тут иметь замечательное будущее. Поэтому вот наша, скажем так, наша статистика, это 10 только процентов преподавателей, которые к нам приходят. То есть вот чтобы одного финна найти, нам надо порядка 10 человек отсмотреть, чтобы вот один реально подошел. Но решение, добавлю, принимает конечный потребитель. То есть мы даем возможность всем людям. И вот не факт, что 20 лет навыков обучения языков. То есть в преподавательской деятельности, да, как говорится? У нас, например, вот парень Брэдли, он живет в Аргентине, он не просто учитель, он еще и менеджер работает, он у нас улучшил процессы и так далее. Он пришел, у него не было опыта образования. Но он покорил всех, даже те, которые у нас работали два года, два с половиной года, он у них у всех отнял, потому что они делали там, ну, кто-то уехал в отпуск или еще что-то. И вдруг пришли, и он всех забрал, на него очередь, и до сих пор все спрашивают, да, потому что... А чем он так... У него вот такая вот энергия, он чем-то напоминает меня, конечно, чуть-чуть, пословище. Тогда я понял, чем он всех взял, да, действительно. И он молодец, он прям покорил всех, за него сейчас борются прям вот эта новая группа. Говорят, нет, мне только Брэдли, только Брэдли. А он уже не может, у него уже... Не справляются уже, времени не хватает. А чем мотивируете их? Как вообще они зарабатывают, да, преподаватели, как зарабатывают ваши? Два... На контракте они? Нет, они зарабатывают почасовую работу, то есть сколько отработал стоимость. Стоимость часа зависит от того, как точно они соблюдают наши правила. Но у них еще есть возможность, так назовем, residual income заработать. То есть мы компания растущая, и мы мотивируем их тем, чтобы за их хорошую работу, если кто-то по рекомендации приходит, они тоже получают. Это небольшой секрет такой фирмы, но это, в принципе, в любой организации. Дополнительные бонусы такие. Да, дополнительные бонусы. Потому что в сутках всего 24 часа. И ты не можешь работать, тем более, что это индивидуально и так далее, больше, чем это время. Поэтому как ты можешь дальше расти, чем ты можешь, тем более в преподавании. Ограниченные же заработки, наша конкуренция высокая. Тут есть возможность свое имя, свой имидж проецировать тем, чтобы заработать больше, уже не тратя на это время. Это вот с позиции преподавателя. Это наша цель. То есть о планах, да, то есть самым эффективным и самым эффектным одновременно быть. Очень сложное сочетание. Я очень долго, благодаря моему второму клиенту, я выучил, в чем разница. То есть, видишь, у нас получается двусторонняя связь такая, да? Как и положено. Как и положено. Друзья мои, тогда давайте более детально, может быть, ну и ваша точка зрения. Почему все-таки сейчас, вот в нынешние времена, 2013 год, напомню, уже заканчивается, на носу 2014. Почему сейчас актуально, как никогда, может быть, даже, да, проблема знаний иностранного языка? Того самого английского, плюс 35%, как Ладу, кстати, как Володя-то уже озвучил. Ну и в принципе, да. Почему, Рашид? Ну, есть вот если, в которых все новости, они на английском языке. Это и фарма, это и IT-индустрия, и очень многие вот если, на самом деле. И если ты, как я уже говорил, если ты ждешь, когда появятся материалы на русском языке, то есть риск оказаться последним. Это очень важно для стартапа, для ребят, для людей, которые открывают новый бизнес или ищут какие-то новые возможности, знать английский свободно, для того, чтобы быстро читать, выхватывать главную мысль, видеть тренды, слышать. Это первое. Второе, мы уже говорили, что один из очень крупных, одна из очень крупных банковских структур в России выходила на IPO. И также общение с инвесторами для крупных компаний, это очень важно. Есть возможность нанять только одного, одну говорящую голову, там, PI-менеджер или инвестиционный. Здесь надо уточнить вот этот пример, который Володя привел, что это размещение происходило на американской бирже, на NASDAQ, да. На NASDAQ, да. И тут как бы по определению надо по-английски говорить. А если бы они на Мамбе, на ММВБ выходили, то, может быть, это можно было бы обойти. Тем не менее, даже на ММВБ, вы же должны напечатать свои отчеты в соответствии с ГАП, выпустить отчетность и футноутс написать. Это достаточно серьезная подготовка. И еще тоже важный момент о российских компаниях восприятия, что вот они там чем-то там занимаются. Непонятным. А тут люди, говорящие на английском, полностью меняется восприятие. Совершенно верно. Занимаются таким же бизнесом, как и... Может быть, поэтому цена акции выросла в три раза? Очень может быть. Очень, конечно, вряд ли. Нет, нормально, нормально. Одеяло на себя надо, конечно. Я имею такие же примеры из западных корпораций здесь. Если ты хочешь получить какой-то промоушен в компании, например, одна из крупнейших FMCG-компаний в России, если ты работаешь супервайзером, торговым представителем, это можно работать, не зная английского языка. Но на определенном этапе ты даже ассессмент должен пройти на английском, выйти с презентации и вот HR, и коллегам рассказать на английском, что ты делаешь, чем ты такой замечательный, почему ты лучше, чем другие. Если ты не знаешь английского, то ты рискуешь до 40, 50, 60 лет так и оставаться на позиции middle management или даже ниже. Поэтому если человек ищет какие-то возможности вырасти в доходе, в КАЕ, либо открыть собственное дело, то это очень большой, скажем так, плюс и возможность, потенциал дополнительный, если ты знаешь язык и можешь общаться. Вот Володя сказал, что китайский становится все популярнее, у нас уже есть на это запросы. Опять же, если ты не знаешь китайский язык, а сосед его знает, то он может вот сейчас дешевле заказать эту же услугу. Он поедет в Китай и сам поговорит с изготовителем. У нас вот есть консультанты по Китаю, и мы сейчас уже начали работать там. Это очень серьезная практика. Если вы работаете с Китаем, и вы поезжаете туда, вы не знаете китайский язык, то вы находитесь уже в немножко порогрешной ситуации, потому что ваш же переводчик будет договариваться, а мы живем это от Катя для себя за то, что он вас сюда привел. Да, 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 вы об этом и не узнаете. Поэтому лучше знать китайский, прежде чем поехать в Китай. Ну, это очевидно, да, это очевидно. Все-таки, наверное, да, стоит подчеркнуть, что пример с Китаем, он все-таки говорит о локальности, да, о локальном каких-то вещах. Если у тебя бизнес с Китаем, ну, это логично. Если у тебя бизнес где-то в другом месте, да, а английский в этом случае. Везде, в этом и есть отличие, да. Китайский, на нем говорят больше всех людей в мире. Второй идет испанский, но на них говорят только в тех странах, где он используется. А английский язык говорит как и в испанскоговорящих, так и в китайскоговорящих странах. А, кстати, если рейтинг этот попытаться сейчас, ну, что называется? Вот одна из планов, да, чтобы английский стал, благодаря нам, использоваться больше. Вот этот рейтинг, если провести, после английского какой популярности стоит язык? Первый китайский, второй испанский, третий английский. Нет, нет, это ты имел в виду, большее количество народу говорит. А по популярности именно. Вот английский, мы говорим, он, да, понятно почему, самый популярный. А потом на втором месте. Я бы поставил, наверное, испанский. Испанский все же. Я бы поставил испанский. Ну, они прям в равен с китайским один с другим. То есть много, видимо, испаноговорящих просто, да, стран? Ну, я говорю о своем опыте, находясь в Америке, люди испаноговорящие, ну, прут, да, через южную границу, одна из проблем, и им нужно научить английский язык. И, соответственно, у тебя преимущество, если ты говоришь по-испански, потому что ты с ними, она же дешевле, рабочая сила, ты с ними быстрее можешь договориться. Очень многие люди учат этот язык. Вот. А что касается китайского, ну, это те компании, которые ориентируются на производство. Им нужно научить тоже китайский. Ну, и тем более Восток, да, собственно, рынок сбыта или наоборот, там как-то бизнес-партнеры, совершенно верно. Хорошо. Значит, смотрите, у нас еще одна пауза. Сейчас мы послушаем новости на Финам.ФМ. Я пока есть время. Еще раз напомню для наших слушателей. Сегодня в гостях у меня Владимир Ковин и Рашид Кусимбаев, создатели компании «Преодолей барьер». И мы говорим о дистанционном обучении или как можно выучить иностранный язык дистанционно, как превратить это в бизнес. Итак, на Финам.ФМ новости, и потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим на тему дистанционного обучения, как выучить иностранный язык дистанционно. В гостях у меня Владимир Ковин и Рашид Кусимбаев, создатель компании «Преодолей барьер». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495. И сайт компании «Финам.ФМ». Сейчас мы будем отвечать на вопросы. Я вдруг подумал неожиданно. Компания «Преодолей барьер», Володь. О каком барьере речь-то? Вы знаете, очень интересный момент. Когда я создавал компанию, открывал юридическое лицо, вот эти вот нотариус, девочки сидят, они так сильно смеялись. Представляете, сколько к ним люди приходят, людей с разными названиями. И мне даже немножко было стыдно, что за название такое, что значит «Преодолей барьер». То есть они смеялись над этим названием. Да, да, да. А что смешно будет? Как корабль назовешь, мы теперь с этого момента преодолеваем барьеры. А «Преодолеваем барьеры-2». В основном у многих людей это психологический барьер. Это даже не языковой. И как его преодолеть? Психологический, это как раз связано с твоим примером, с примером, который ты, да, генерального директора говорил. Я думал, я глупый, да, а сейчас я этого не стесняюсь. Вот это. Да, да, потому что он думал, что и он его сковывает, понимаете. Зажим, как говорят, да, театралы, театралы, зажим. Как у нас сегодня было перед общением. Серьезно? Ну это нормально. Ну сейчас-то вы уже, да? Получше, да. Получше. Вот, и тут вот это самое большое, в моем понимании вообще... Психологический барьер. Да, потому что как только ты от него избавляешься, да, или вот заикаются люди, да, вот. Знаменитый вот есть лидер, как менять людей. Просто нужно внутри себя найти это и так далее. И когда тебе визуально показывают, что у тебя все получается, это как бы расслабляет. Ну а языковой барьер, конечно, подразумевается. В том плане, что у многих он есть, да, у многих там есть разные составляющие внутри его. Но мы его предоставляем, каждую из этих составляющих мы атакуем по-своему нестандартно, коротко, быстро и эффективно по стоимости. Здорово. Коротко, быстро и эффективно по стоимости. Кстати, вот вопрос как раз от нашего слушателя Андрея. За сколько я смогу, пишет он, выучить язык по времени? И сколько... Ну так, знаешь, все по-взрослому, что называется. Без лишней лирики. За сколько по времени, сколько это будет стоить? Я изучаю английский с нуля. Вот так вот. Понятно. Ну, скорость, с которой человек изучает, зависит от многих факторов. Способность к языкам. Как часто он будет перечитывать... А что значит способность к языкам? Вот ее как определить? Только можно это понять, когда уже, да, процесс начался, что называется. Рашид вспоминает, да, ну, советское или там какое, да, в твоем понимании, может, российское уже прошлое. Но, тем не менее, мы его учили в школе, потом учили в высшем учебном заведении. Результат никакого. И я делаю, вот у меня нет склонности к языкам. А ведь это может быть и не так. Абсолютно верно. Это абсолютно верно. Но все равно есть такой термин, есть такое понятие. Кому-то дается легче, кто-то запоминает, кому-то нет. Но в любом случае, в нашей школе, благодаря вот этой визуализации и возможности вернуться и перечитать, что ты сказал, этот конспект, так называемый, у вас, у любого ученика, шанс того, что он начнет говорить быстрее и увереннее гораздо выше. То есть срок сокращается в разы. В разы. А тем более, смотрите, вот у Андрея в том числе, и я так подумал, что это тоже, наверное, интересно, важно, он изучает английский с нуля. То есть ты все время говоришь сейчас, вот как пример, да, вы приводили, когда взаимоотношения учителя, преподавателя и ученика, что ученик что-то говорит, преподаватель за ним печатает, записывает, он показывает. А если человек пришел с нуля, что он может говорить-то? Ну, в этом случае у нас есть отдельная табличка в файлике, называется ЧИТ-ЧИТ, шпаргалка. Я тоже долго ее придумал, потому что сталкивался с людьми, у которых нет способностей. Да, к сожалению. Вот, а вот есть кульминация. У людей, которые, Владимир сталкивался с ними, тем не менее, обучал их. Вы знаете, я не скрою, в этом случае не получилось, потому что он очень коротко, он явно чувствовал, что... Ну, ему он не был заинтересован, он не хотел. Или он мотивирован, вот опять к этому. У него все хорошо, он уже там замгенеральный, ну что, ему не... То есть он решил вроде бы, а почему мне английский еще, да, до кучи что-то называют? А, не пошло, ну и ладно. Но, к сожалению, потом, пару лет спустя у таких людей, в этом другом случае, возникает, ах, блин, ну все-таки нужно. И они возвращаются, и здесь уже начинается работа по-серьезному. Результат есть. И я подчеркну, у него нет, да, на твой взгляд, способности у него нет. А результат есть. Опять мы приходим к тому, что человек должен мотивирован, прежде всего быть. Да, должно быть не то, что желание, а необходимость. Необходимость. Мы долго спорили. Ну вот я добавлю, все-таки, если человек приходит и совсем английского языка не знает, ну вот на русском только может общаться, то у нас первые две-три недели человек проходит именно с русскоязычным преподавателем. То есть это человек, который живет в Америке, но он, как Владимир, например, родился в России, в общем-то говорит и по-русски хорошо, да, и может объяснить и грамматику, и дать начальную там лексику нам, да, для того, чтобы человек смог начать уже общаться с преподавателем, понять структуру языка, логику. И вот здесь очень важный момент тоже. Когда обычный учебник, да, мы учим правила, а мы отталкиваемся от противного. Вот какой-то знаменитый скульптор, да, сказал, что уже глыба, я отсекаю все, что не нужно. Да-да-да, знаменитый есть такой. Да, я не помню название. Мы делаем то же самое, мы не художник, мы отсекаем. Когда человек говорит свою фразу, это его мысль, тогда запомнить то, что он сказал, и как нужно было сказать гораздо выше. То есть шанс того, что он это запомнит. И здесь же опять применяется, вот не просто сегодня мы пройдем глагол to be, да, а I am кто? Journalist или an accountant. Это разные вещи, да? Или там I am с точки зрения девушки beautiful, или мужчина там I'm strict, да, строгий. Или lazy в моем случае, немножко ленивый. Вот, то есть разные вещи. И люди, эти слова, это же их мысль, они в следующий раз, они гораздо выше, даже запоминать не надо. То есть он же себя описывает. Не учебник учит про собаку, что она сегодня там прыгает сильно, да, а он сегодня проснулся. То есть вот если опять возвращаться к тому, что у человека нулевой уровень, вы сначала это все проговорите по-русски, да, а потом дадите ему возможность... У нас три правила. Первое, мы всегда говорим только на английском. Второе, я сейчас прочитаю, как это происходит. Второе, если хотя бы слово непонятно, вы останавливаете и спрашиваете, что же мы сказали. Третье, мы наставим на то, чтобы отключили сотовый телефон. Так вот, как соблюдать первые два правила? Нужно научиться всего двум фразам. Нужно начаться в фразе how do you say, как сказать, и what does it mean, что это значит. Чтобы научиться использовать человека, с которым вы говорите, как ходячий словарь. Невозможно выучить миллион слов в английском языке, а их действительно миллион, ну я не считал. Ну много, да, миллион в таком формате. Я сталкиваюсь с ситуацией, когда я не понимаю одного слова, но я как выхожу из ситуации. Я скажу, one second, slow down, what did you just say? repeat a little bit? И в этот момент человек, обратная связь появляется. И человек видит, что вы увлечены и начинает с вами общаться. И в тот же самый момент, когда эти вопросы задаются, наш преподаватель в отдельной колонке записывает новые слова. И вы не просто... То есть мысль возникла, слово, мы с вами говорили на ту тему, помните, да? О том, что шла речь, бухгалтер с бухгалтером. То есть I'm an accountant. Сразу мы запомнили. Так вот, в этом случае сразу видно вот это слово, и оно запоминается быстрее. Вот еще одна гарантия, почему это будет быстрее. Это не в чьи-то мысли какого-то гениального профессора. Это твои мысли. И ты их учишь. В контексте, что называется, текущих событий, да? Да. Рашид, добавить, что я делал? Да, в контексте, именно вот это и есть часть мотивации, когда ты говоришь о том, что тебе интересно. У нас один из бизнес-девелопмент-менеджеров одной тренинговой компании так нам попал обучаться. Владельцер компании сказал, вот если вы ее научите, я поверю в любое чудо. Вот так и сказал. Наверное, очень красивая. Она уже 10 лет учит, начинала, бросает, и у нее времени все время нет. Я много отговорок, а то ребенок, то еще что-то. И нет теперь этих отговорок. На втором занятии она уже писала прекрасно на английском. Да ладно? Потому что на самом деле... Не прекрасно? В нашем... Ну, хотя бы психологическим борьбом с правилами. Уже неплохо, да. Уже хорошо, да. Дело-то в том, что вот мы с вами учились еще в советское время, там, да, в школе, потом в институте. И мы, как вот та собака, мы понимаем, да, и, в общем, даже и письменно напишем достаточно грамотно, а вот сказать не можем. И то, что Владимир как раз сказал, вот эта фраза Леонарда да Винчи, что статуя уже есть в куске мема и отсекает лишнее, именно показать, что ты умеешь, и превратить это из пассивного навыка в активность, именно говорений, то есть express yourself, да, то есть выразить свою мысль, сказать лично то, что ты имел в виду, а не то, что имел в виду переводчик или Google Docs, наверное, в данном случае. Да, да. Google, да, Google очень часто странные фразы выдает, да? Да, да, да. Так, ну что, други мои, все очень интересно. Времени, к сожалению, мало, времени резиновые, вот, две минутки у нас осталось, поэтому я вам предоставляю возможность, ну, не на правах рекламы, конечно, да, а просто, чтобы какой-то итог подвести нашего разговора. Вот смотрите, меня очень интересует, во-первых, а, жизнеспособность дистанционного обучения в принципе, да, вот мы смотрим все-таки в перспективу опять какую-то, мы знаем, высокие технологии продолжают развиваться, ну, и как бы здесь все вполне логично, и, б, непосредственно, вот эти вот, значит, ну, не проблема, наверное, а задачи, которые ставит человек перед собой, когда приступают к изучению иностранного языка. Давай вот о дистанционном обучении сначала, Володь. Ну, коротко, дистанционное обучение это будущее, потому что в пробке стоять в Москве и постоянно переносить, опаздывать, никакого результата, да, то есть, как бы здесь очень много факторов. Регулярность занятия, мотивация, это все, что мы перечисляли на это. Что касается проблем в дистанционном обучении, это вот мотивация преподавателя. Как быть уверенным, что он не просто там кивает, как вот мой друг футбол американский смотрел, сразу видно, что он отвлекается, он же бывший футболист американский, мы его сразу убрали. Хотя друг. Друг. Но истина дороже. Да, да. Не истина, а работа в данном случае. Дружба дружбой, а служба службой. Вот. Как вот быть уверенным в этом? И вот мы гарантируем, что преподаватель не может. У нас внутренний процесс был отстроен так, что мы можем увидеть, что человек не вовлечен. И благодаря этому мы все плюсы, которые есть в дистанционном обучении, и убираем отрицательные факторы. Остаются только положительные. Абсолютно. Друзья, спасибо огромное. Время заканчивается. Еще раз я вас представлю, напомню нашим слушателям. Владимир Коин, Рашид Кусинбаев сегодня были в студии бизнес-класса. Мы говорили о дистанционном обучении. Спасибо вам огромное. Очень интересно. Вам спасибо за внимание. Всего хорошего.